Меканай здесь, и у нас сегодня снова заказанная дуэль. Хаос вновь против Тёмного Эльдара. Джизус Ганш выступает на дарках. Я скажу, что Джизус Ганш достаточно хороший опытный игрок. Посмотрите-ка на карту. Это же изумрудная река. Она огромная, как я не знаю что. И очень далеко расставленные точки. Бойки. Лучше бойков и гелионов здесь не придумать ничего. Что ж, посмотрим, как будет действовать хаос на огромной карте против бойков и гелионов. Сколько точек здесь? Один, два. Вы посмотрите, как они далеко стоят. Три точки. Всего лишь железные три точки будут у хаоса. Я не знаю, как он будет защищаться от достаточно опытного Тёмного Эльдара. Но мы с вами посмотрим. Первая Мандрагора вперёд. За ними бежит рабочий. Немедленно захватывает. Я так понимаю, дарки бегут на вот эту дальнюю точку, которая должна принадлежать хаосу. Дарки сразу же переходят в наступление. Что у хаосита? Естественно, культяшечки. Всё. Он не успевает. Успевает он целый. Нет. Нет. Отмена, ребята. Отмена. Итак, у хаоса четыре пачки культистов. Слишком много. Слишком много. Лучше построить где-то лишнюю турель вместо третьей пачки. Ребята, очень сложная ситуация. Рабочий бежит прямиком в стан к тёмному Эльдару. Сожрёт турель. Придётся отменять. Отмена. Отвлекаются на рабочего. Даже нет ещё гранат. Посмотрите. Ещё рабочий. Запутался в культистах. Ну что, успеет достроить или нет? Жертвует жизнью. И не успевает построить турель. Культисты с греночками подошли. А это всё время, ребята. Хаос здесь потерял двух рабочих на этой передовой позиции. Мандры сделали своё дело. Они отравили жизнь хаосу на передовой. Простой здесь. Здесь захват. Три пачки культистов. Четвёртая где-то здесь. Куда она может пойти? Ну, в принципе, хаос взял все свои три точки, которые железно его отменил турку. Три точки. Что у Тёмного Эльдара? Тёмный Эльдар забирает карту. Посмотрите. Гелеоны. Слейф Чембер. Точка взята. Хотел брать реликт. Передумал. У Дарка захвачены все точки. Теперь нужно просто единственным рабочим пробегать и застроить их. Третий раб. Точка не застроена. Гелеоны. Мандрагоры. И культисты выведены из строя. Только отступать, ребята. Тут ничего не поделаешь. Хотя вот этой пачкой можно было и пострелять тихонечко. Можно было пострелять. И сейчас скоро где-то пойдут бойки. Рабочий ходит от точки к точке, застраивает их. Все точки взяты. Ни о каком декапе хаосу сейчас думать не стоит. Хаосу сейчас нужно думать, как отбиться. Как отбиться от этого ужаса. И вот вновь смотрим. Четыре было заказано пачки культистов. Осталось лишь только двое. Увидел, увидел, увидел. И снова. Есть ли смысл делать много пачек? Есть ли смысл вновь обременять руки тяжелым микро? Лучше просто построить где-то турель. Здесь постройка турели была хорошей идеей. Но она была слишком далеко. Постепенно продвигаться быть может было. Построить вначале турель здесь. Потом туда. Что-то такое. Проблемы с микро на этом фланге. Точка грейт, точка грейт. Не застроено. То есть у хаоса сейчас только две застроенные точки. Больше у него нет ничего. И культисты умирают. Культисты сливаются. И здесь слив. То есть пока знаете. Темный Эльдар методично, спокойно истребляет хаоса. Дальний бой Гелиона. У них хороший урон в дальнем бою. Они могут перестреливать даже серафимок. Примерно у них урон одинаковый. У хаоса громадная проблема, ребята. Громадная. Вся их армия, вся надежда. Культисты, они падают. Культисты. Новая пачка культистов. Новый рабочий. Понимаете? Здесь отмена. Будет ли застроено? Возможно, раб туда идет. То есть двумя своими отрядами. Мандрагорами и Гелионами. Отравил жизнь. Хаосу Темный Эльдар. Абсолютно, полностью и бесповоротно. Оставил хаосита на двух точках. На двух. Вот что такое огромная карта для Темного Эльдара. Это уверенное доминирование. Культисты отдаются. Проблемы с микро. Бесконечное бегство. Третья точка для хаоса. Третья. Есть ресурсы на Т2. Что ты выберешь? Грейт точки или нажмешь Т2. Еще культисты. Вы видите, какие проблемы с культистами? Сколько ресурсов? Пачка стоит 80 на 0. Турель стоит 90 на 45. Сколько у тебя накопилось энергии? Ты мог запросто построить турельку здесь. Вот, ну вот. Ты же строишь ее где-то здесь. Нужно было так и поступить вначале. Что ж. Что у Темного Эльдара Т2? Он даже опережает хаос в развитии. Дарк забрал карту. Он забрал карту, ребята. Он идет в Т2. Без бойков. Приспокойно идет в Т2. Две пачки гелионов. Три. Три пачки мандрагоров. Нужно ли было Дарку делать гелионов и добить хаоса на Т1? Возможно, да. Если бы здесь сейчас Дарк не пошел в Т2. Триста на 125. Построил бы лабораторию. И начал бы массить бойков. Забирать постепенно вот эту точку. Вот эту. То есть, в принципе, ты убил хаоса одними своими гелионами и пачкой мандрей. Ты оставил хаосита на двух точках. И ты знаешь это. На трех. Ты это знаешь. Добавить бойков и начать разваливать. Быть может, Дарк боялся все-таки выхода хаоса в Т2. Дарк берет точку здесь. Грейдит точку здесь-здесь. Спокойно догрейживает точки. Быть может, возможно, Дарк почувствовал уверенность. Возможно. Отчего отступился и не стал делать бойки. И хаос идет в Т2. Генератор на передовой. Турель. Реликт. Дарк добровольно сейчас дает время хаосу развиваться на трех точках. Добровольно. Простой. Вот сейчас идет простой, который для Дарка очень плох. Дарк ставит себе экономику. Но что экономика для Дарка против Дефайнеров хаоса? Вот все-таки, знаете, мне кажется, что Дарк немножко пожалел хаосита. Можно было попытаться додавить его через бойки. Можно было попытаться додавить. Дарк этого не сделал. Залет сюда. Но ты посмотрел, ты увидел Т2-шную главку. Ты ее увидел. Вот смотрите, игра хаоса против Дарка. У него накопилось столько энергии. Правда, сейчас она вся уйдет, но тем не менее. Вот так в наглую ты грызешь главку. Невидимость, естественно. Прирост влияния. Культисты возвращаются. Отогнать гелионов. Три точки. Всего лишь три точки. Обзорчик. Ракетная турель. Время-то, ребята, 9 минут. Уже десятая минута идет, ребята. Времени прошло слишком много. А что мы видим у Дарка? Здесь невидимость Мандрагора, арена, генератор. Что мы видим у Дарка? А у Дарка мы не увидим больше ничего. Дарк победил Т1. Победил полностью, абсолютно и бесповоротно. И остановился. Дарк это движение, это рейды. Это бесконечные рейды, атаки. С разных флангах, быстрыми бойками, быстрыми гелионами. Ты знаешь, что Хаос Т2. Ты знаешь, что Хаос Т2. Ты видишь этот дефайлер. Ты дал ему сделать этот дефайлер. У тебя шикарная экономика. 128 на 40. У Хаоса 85 на 40. И теперь мы пришли к ситуации, когда для Дарка проблематично будет сражаться против техники Хаоса. Зачем Дарк выпустил Хаоса в Т2? Что ты сейчас сделаешь дальше, Дарк? А вновь ничего. Нет низкоржей. Только грейд точек. Вкачиваются глобалы. Добываются, будут добываться души. Один дефайлер ломает пост. Невидимые мандры его грызут. Второй дефайлер пошел на другой фланг. Темный Эльдар остановился, ребята. Он остановился. Он ничего больше не делает. Антитешная точка. Ну, сейчас она будет снесена. Не успеет она выйти. У тебя столько ресурсов. У тебя по 500. Ты позволяешь Хаосу ломать свои точки и не делаешь ничего больше. Вообще ничего не производится. Ни Скоржи, ни Ведьмы, ни Техника. Ты нажимаешь Т3. Во что ты собрался идти в Т3? Что у тебя есть на Т3 такого, что ты хочешь делать? Талосы? Так Талосы вроде на Т2. Смысл в твоем Т3? Если сейчас у Хаоса идет юнит победы, который зарекаремендовал себя тысячами битв. Как юнит победы над Темным Эльдаром. И сейчас эти дефайлеры ломают тебе точки, ломают тебе здания. И ты идешь в Т3 абсолютно без армии. Контрыгра. Попытка сломать генератор. Дефайлер безнаказанно продолжает крушить точки. Здесь точка отбилась, а здесь продолжает крушить Слейф Чембер. Точку, генератор. Культисты идут, захватывают и снимают, захватывают. Теперь точки снимают криты. Что у Темного Эльдара? Мы видим огромный флот и ничего больше из армии. Все, что было у него на Т1. У него на Т1 и осталось. Теканхолл снят. Три пачки невидимых мандрей. Вновь захват. Хотя бы, наверное, культистов можно было порубить здесь. Гиллионы сломали один генератор. Но какой ценой практически слитая пачка. Равноценный обмен. Декап здесь. Один грейд дошел. Две казармы строятся. Уже в другом фланге. Термоген. Тысяча флот энергии. Новая арена. Ребята, Дарк играть перестал. После Т1 Дарка. Дарк играть перестал. Т1 Дарк победил полностью. Отмена. Добавить масс бойков. Т2. Скоржи ведьмы. Дарк остановился. Шериф, братан. Дарк остановился здесь. Только сейчас выходит один Архон. К 14-й минуте. Архон на дефов. Даже не Скоржи. И смотрим на ресурсы темного ядара. 700 на 1000. Невидимые мандры. Точка их обнаруживает. Турель. Здесь Турель обнаруживает. Наконец-то начал двигаться Дарк. Но продолжает терять ресурсы. Твари и Архон. Твари. Которые съедят друг друга. От одного лишь вида дефайлеров. Делает тварей. Джезус Ганж, мне кажется, вообще не представляет, что надо делать за темного Эльдара и как быть. Или же второй вариант. Он просто дико фанится и скучает. И решил он сделать сейчас тварей, чтобы покайфовать. Или он на самом деле не понимает, что происходит. Или он просто сидит фанится. Еще одна арена. Вы посмотрите на этот флоут. Хаос Т3. Хаосит Т3. И Хаосит продолжает беспрепятственно ломать здание, ломать точки. Продвигаться и захватывать. Потому что темный Эльдар позволяет ему это делать. Позволяет. Флоут такой же. Но сейчас у Хаоса этот флоут уйдет. Уйдет на облитераторов и одержимых. Уйдет на принца демонов. Так что флоута никакого у Хаоса нет. Две пачки реинфорсятся. Архон. Ну мы посмотрим. Может быть просто здесь сокрыта... Просто чудесная скрыта какая-то тактика, которую я пока не понимаю. Может быть эти твари как-то будут грызть дефайлеров по-особенному. Мы посмотрим. Все. Карта разделилась пополам. Души не добываются. Две пачки твари. Ведьмы. Я так понимаю будет попытка забег на базу Хаоса. Развал главки, казармы, что-то такое. Всех главных производящих зданий. Что-то такое. Но блин. Дарк продолжает сдавать позиции. Продолжает терять свои точки. Пошел. Началось движение. Это движение единственное до главки. Единственное движение, куда может пойти эта армия на главку. Вместе с двумя пачками Мандрагор. Больше эта армия пойти никуда не может. Души. Добывать души. Не добываешь души. Здесь два в качать и пусть они качают. Он бежит, естественно, на главку. Как это у него получится, я не знаю. Мы посмотрим. Но здесь уже облитераторы. Здесь талон. Обмен бас. Обмен главок. Темный Эльдар захотел это сделать. Он захотел выйти в Т3, пропустив полностью Т2. Начинается. Мандрагоры хотя бы грейд будем вкачать. Еще один, чтобы они больнее били. Наркотики ведьм. Грызут они главку хаоса. Очень больно. Была бы еще коррозия. Главка пала бы еще быстрее. Разрывают. Разрывают. Уничтожают. Главка пала. Вот так вот. Сожрали. Следующее здание. Точку сожрали. Хаос продвигается чуть помедленнее. Чуток помедленнее. Дефайлеры. Принц не успевает. Сожрали. Ну что. Вот под конец неожиданная контрыгра. Я сейчас удивлюсь, если Темный Эльдар обыграет. Сколько у хаоса производящих зданий? Раз, два. Три. И единственный рабочий. Ну сейчас главку он где-то бросит вот здесь, наверное. Сожрут ли они Дефайлера? Как вариант. Как вариант могут. Наркотики. Наркотики, ребята, плохо. Никогда не балуются. Игнорируя все на свете Дефайлеры, культистов, они нападают на следующее здание. И просто наплевав на все, Дарк делает рейды по зданиям хаоса. Ребята. Следующее здание. И здесь развал, посмотрите, кошмары. То есть идет сейчас дикий, безрассудный обмен зданиями. Да, здесь строится главочка. Съедено. Дефайлер сожрут. Сожрут. Ну здесь фаталочка. Сколько у Дарка производящих зданий? Здесь. Рабочие. Здесь. Главка накинута тоже. Побежал дальше Темный Эльдар. Культяшки игнорируются. Обнаруживает. Он обнаруживает главку. Кто быстрее здания зажрет. Ребята, вот это экшон начался под конец реплея. Вот это экшон. Вот это камбэк от Темного Эльдара. Просто безрассудный, дикий камбэк. Обнаруживает. Здесь два производящих здания. Плюс главка. Кошмары высаживаются. Рабочих нет у хаоса. Съедено. Единственное здание здесь. Больше зданий нету. Если Темный Эльдар обнаружит его здесь. Но Темный Эльдар не знает этого. Он не знает этого. Он этого не знает. Бежит сюда. А тут пусто. Точки. Ну что, бежать? Бежать на базу, на защиту? Дарк ведь не знает того, что знаем мы с вами, ребята. Он просто пробегает по точкам. Здесь. Здесь. Ну, наверное, можно было догадаться, что здесь или где-то здесь. 3D фаталон кошмары. Все на антитех. Еще забег сюда. Понимает, что там нету. Бежит. Возвращается спасать свои здания. Куда бежать? Куда бежать? Мечется Темный Эльдар. Мечется. Не знает, куда идти. Хаос, конечно, видит эту главку. Она последняя. Бежит сюда. Куда? Увидит. Сейчас увидит. Бежит туда. Ну, и здесь и главка падает. Увидел. Увидел. Дарк увидел. 900. Главка падает. Главка пала. Хаос победил. Ребята. Темный Эльдар обнаружил, но обнаружил поздно. Тут, не знаю, ну 20 секунд. 15 секунд бы задержаться. В общем, на волосок, на краю пропасти походили эти игроки. И давайте все-таки рассуждать логически здравомыслящие. Темный Эльдар выиграл эту схватку. Он выиграл полностью Т1. Добавить бойков на Т1. Остановиться на Т1. Додавить. И в Т2 скоржи и ведьмы немедленно. Я считаю, что здесь победа Эльдара абсолютная была и бесповоротная. Темный Эльдар позволил победить сам. Дал Хаосу победить. Решил сыграть, может быть, красиво. Может, он решил пофаниться, выйти в Т3. Потому что настолько уверенное было доминирование, что он полностью пропустил Т2 и вышел сразу в Т3. И даже при такой игре он смог практически уничтожить этого Хаоса и даже угрожать победой. Потому что здесь уже оставались лишь секунды. На Хаоса нужно на этой большой карте начать строить турели уже с самого начала. Турель здесь, турель здесь, здесь и так далее. Играть от турелей. Он же потом начал строить турельки. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой схватки. Оставьте лайки. Оставайтесь со мной.